Привет! Меня зовут Валя и сегодня я буду готовить классические булочки с корицей Синнабон. Рецепт на самом деле не сложный, но есть трудность обычно с тестом. С него и начнём. Поехали! Итак, тесто. Тесто можно приготовить самим. Это займёт у вас около двух часов, при этом его там надо будет настаивать, замешивать. У меня есть хлебопечка, чудесная вещь, поэтому я всё просто закину в неё и она сама всё за меня сделает. Ещё такое тесто продаётся в магазинах, но оно... Не советую вам его брать, потому что там намешаны всякие консерванты, е и так далее. Я брезгую. Максимум, что я могу купить в магазине, это слоёное тесто, потому что его очень сложно делать. Итак, для тех, у кого нет рецепта из хлебопечки, обычно к нему прилагается вот такая инструкция, в которых есть рецепты теста. Я расскажу. Очень важно, чтобы в хлебопечку первыми шли дрожжи, для того, чтобы они дали правильную реакцию. Затем мы засыпаем сухие ингредиенты и только потом влажные. Итак, для нашего теста нам понадобятся сухие растворимые дрожжи, пшеничная мука, я взяла эту. Потом ещё нам понадобится соль, сахар, 2 яйца, масло или маргарин, я взяла масло. Можете взять маргарин, вкус сильно не меняется, потому что его добавляется мало. И молоко. Вот, сухие растворимые дрожжи, вот эти самые нормальные, 2 чайные ложки нам нужны. У меня есть вот такая мерная одна и вторая. Вот немножко больше получилось. Сейчас я не до конца буду добавлять. Старайтесь, чтобы дрожжи у вас равномерно по всему дну распределились, так будет удобней. Дальше 500 грамм муки. Это у нас 2,5 стакана. Раз. Два. И ещё половинка. Из сухих ингредиентов соль и сахар. Соль 2 чайные ложки. Раз. Два. И сахар 3 столовые ложки. Раз. Два. И три. Всё, сухие ингредиенты закончились. Можно добавлять яйца. Раз. И ещё одно. Масло или маргарин. 60 грамм. Или 4 столовые ложки. Вот я отмерила ровно 60 грамм. Лучше, наверное, добавлять по кусочкам. Чтобы оно лучше размешалось. В последнем идёт молоко 220 миллилитров. У меня в стакане 200 миллилитров, поэтому у меня будет чуть больше стакана. Очень важный момент. Лучше налейте поменьше молока. Как будет замешиваться наше тесто, лучше заглянуть и посмотреть, потому что оно может получаться слишком жидким. Тогда вам придётся добавить пару столовых ложек муки, добавок. Я не буду этого делать, поэтому я просто добавила поменьше молока. И я посмотрю, и скорее всего оно будет как надо. Здесь молока обычно пишут больше, чем его нужно. И то же самое с водой. Всё, тесто готово. Сейчас я его поставлю. Готовится оно будет примерно 2 часа. Режим для теста выбираем Basic Dough. Готовится будет 2 часа 20 минут. В это время можете либо подготовить начинку, либо сходить в магазин, если у вас чего-то не хватает, либо заняться своими делами. Вот такое вот у меня получилось тесто. Я раскатала его в такую прямоугольную, подобную форму. Скажу сразу, что в хлебопечке получилось действительно слишком много жидкости, и мне пришлось добавить достаточно много муки. Поэтому молока, наверное, лучше добавить около 100 мл, а не 200, как это сделала я. Дальше всю поверхность нашего теста щедро посыпаем корицей. Предварительно, если у вас получится, можете смазать тесто маслом, хотя это непростое занятие. Всё, я думаю, этого достаточно. А теперь то же самое делайте, но с сахаром. Сахара я, наверное, поменьше буду добавлять, чтобы не было сильно сладко, потому что у нас будет ещё крем. Вот буквально 2-2,5 ложки сахара нам нужно. Этот рулетик, точнее, этот пласт, мы закатываем в рулетик достаточно плотно. Вот таким образом. Закатываем в рулетик. И теперь нарезаем примерно вот такими кусочками. Не забываем, что пока они будут готовиться, они сильно увеличатся в размере, поэтому постараемся не переборщить. Вот примерно вот такие вот получатся кусочки, и внутри у них корица и сахар. Дальше берём посуду и смазываем её маслом. И раскладываем туда наши рулетики. Учитываем, что они увеличатся, поэтому оставляем между ними место. Ставим мы их вертикально, то есть срезаем вверх. Я думаю, такого количества будет достаточно. Всё. Рулетиком желательно настояться около 15 минут. Тем временем мы пока разогреем нашу плиту, точнее, печь, на 50-170 градусов. И делаться наши рулетики будут около 15 минут. Я поставила наши булочки на 15 минут в духовку. А пока они там готовятся, я сделаю крем для них. Для этого нам понадобится 50 грамм плавленого сливочного сыра. Здесь примерно 50 и получится. Дальше 2-3 столовые ложки сливочного масла. Ну, я возьму побольше. 2,5 примерно. И 100 грамм сахарной пудры. Очень вам советую пудру сахарную не покупать в магазине. Потому что туда всё время добавляют какой-нибудь крахмал или что-нибудь, что бы не давало ей затвердевать. Поэтому лучше перемолите сахар дома. Или, как я, не заморачивайтесь с этим и используйте обычный сахар. Я кремом полью за полсекунды до готовности самого изделия. Поэтому сахар успеет у меня растопиться и эффект будет нужный. Булочки получились ну, очень вкусными. Это очень калорийный продукт, поэтому я надеюсь, что вы не такие затворники, как я, и поделитесь с кем-нибудь. На этом всё. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что бы вы хотели от меня увидеть. Пока! Как я это съем? Кого я обманываю? Привет, Джир!